Здравствуйте! В эфире новости Карелии, в студии Наталья Кузьмина. Вот некоторые темы выпуска. Подразумевается безопасный пешеходный переход, но никаких намеков на него здесь нет. Не все дороги возле школ одинаково безопасны. В этом убедились активисты Народного фронта. Помнят много. Как говорится, она очень долго этого ждала. Долгожданные ключи от новой квартиры. В Петрозаводске продолжается программа расселения. Конечно, мы этим загорелись, как чем-то новым, чем-то интересным. И тем более такого нет в Беломорском районе. Глэмпинг на берегу Белого моря. Жительница Беломорска организовала свой бизнес при финансовой поддержке государства. 30 человек, в том числе один ребенок, утонули в водоемах Карелии. Об этом сообщает региональный МЧС. В ведомстве призвали жителей республики не пренебрегать правилами поведения на воде. Купаться можно только в специально оборудованных для этого местах. Кроме того, запрещено заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения. В воде рекомендуется находиться на протяжении максимум 15 минут, чтобы избежать переохлаждения и судорог. В школе поселка Шуя продолжается капитальный ремонт. Глава Карелии Артур Парфенчиков, который побывал на объекте, поручил контролировать ход строительных работ и по возможности завершить их быстрее запланированного срока. Подробности в сюжете Анны Ильчик. Шуйская школа – участник федеральной программы капитального ремонта средних учебных учреждений и инициированный президентом России. Именно с этой школы министр просвещения Сергей Кравцов дал старт программе в январе. Масштабный ремонт начался еще в июле. На ремонт выделено около 100 миллионов рублей. Работы выполняют компании из Вологды и Санкт-Петербурга. Основное здание школы, построенное в 1968 году, обновится полностью. Из старого останутся только стены. Начинка же будет полностью новая. Один из контрактов подразумевает капитальный ремонт и замену кровельного покрытия, фасадов и замену существующего фасада на вентилируемый из керамогранитной плитки фасад. Также замена полностью крылец, дверных блоков, внутренняя отделка, замена систем теплоснажения, водоснабжения, электроснабжения, систем пожарной сигнализации и вентиляции. По контракту основной объем работ должен быть завершен к 30 ноября. Затем до апреля рабочие будут заниматься внутренней отделкой. В связи с этим школьники, которые учились в Шуе, будут ездить на автобусах в школу поселка Мелиративный. Как сообщил директор школы, всех 419 учеников будут доставлять в течение дня – в первую и вторую смену – тремя школьными автобусами. Глава Карелии поручил министру образования и спорта Роману Голубеву держать на личном контроле процесс организации подвоза школьников. Карельскому Минстрою руководитель региона поставил задачу контролировать ход и качество капитального ремонта в школе и по возможности завершить его раньше запланированного срока. Надеемся, что это все закончится быстро, в срок, и мы пойдем уже в новую обновленную школу. В рамках федеральной программы в Карелии в течение пяти лет будут отремонтированы 70 зданий в 51 школе. Для ремонта в предстоящие два года определено 21 здание 18 школ региона, где в первоочередном порядке будут обновлены фасады, кровля и инженерные системы. Анна Ильчик, Сергей Беляев, Служба новостей, Прионежский район. Полвека ожидания и вот они, заветные ключи от новой квартиры. Еще одна семья из Петрозаводска получила жилье по программе переселения из аварийного фонда. Владимир Любарский лично вручил ключи новоселам и оценил их будущий дом. Квартиру посмотрели вчера? Да, все нравится, все очень благодарны. Ну тогда позвольте торжественно вручить, наверное, молодому поколению все-таки. Так, да, спасибо большое. Пользуйтесь, тут всем должно хватить. Пойдемте, посмотрим. Четырехкомнатная светлая квартира в доме на улице Гвардейской стала долгожданным подарком для Галины Васильевны Кот. Почти 50 лет она прожила в деревянном доме с печным отоплением на улице Промышленной. Там же воспитывала свою внучку Екатерину. Сейчас у девушки уже своя семья и отдельное жилье. Теперь им предстоит помочь любимой бабушке с переездом. Планируют купить новую мебель и начать обустройство в ближайшее время. Конечно, по сравнению с прошлыми условиями, особенно в деревянные дома, когда нет, во-первых, ни ванны, толком ни воды, зимой, когда это уже деревянный дом продувает, очень холодно, вода замерзает, в трубах бывает, да, очень тяжело. И с маленькими детьми, конечно, становится невозможно. Очень все хорошо, светло, помнят много. Как говорится, она очень долго этого ждала. Она когда дождалась, какие-то все-таки нервы, потому что, когда всю жизнь живешь, как говорится, всю жизнь прожил где-то, и жалко вроде и расставаться, и хочется, и колется. Владимир Любарский внимательно осмотрел новое жилье Галины Васильевны, поздравил новоселов и подарил в преддверии праздника подарок. Мне все понравилось. И вот новоселье, мне кажется, всегда надо экспромтом праздновать. Поэтому, как только соберетесь, друзья, празднуйте. Пусть даже еще что-то пока не будет готово. Скромный подарок. Спасибо большое. Чай к столу пригодится. Спасибо вам. Нет, не за что, абсолютно. Искренне порадовался сегодня за новоселов, за Екатерину Алексеевну, за ее родных. Решился, наконец, их же личный вопрос. Я просто себя вспомнил, переезжавшего с одной съемной квартиры на другую. И, конечно, когда ты обретаешь свой собственный угол, а тут он многоугольный, многокомнатный, светлый, красивый, это очень радостно за них. Благоустроенную квартиру стоимостью 3 миллиона 800 тысяч рублей удалось купить благодаря социальному контракту. В Петрозаводске идет четвертый этап реализации программы по расселению граждан из аварийного жилья. Большинство жителей аварийных планируют купить квартиры в строящихся домах на улицах Белинской и Боровой. Для остальных заключат муниципальные контракты на вторичном рынке жилья. Не все дороги возле Петрозаводских школ безопасны. В этом убедились активисты Народного фронта. В рамках проекта «Дорога в школу» они регулярно проверяют, могут ли дети дойти от дома до учебного заведения и при этом не угодить под колеса. Практика показывает, что не у каждого ребенка есть такая возможность. В чем проблема, узнал Данил Чиненов. На носу 1 сентября дети идут на учебу. С остановки они двигаются прямиком к школе по самому короткому пути и сразу же упираются в дорогу. Подразумевается безопасный пешеходный переход, но никаких намеков на него здесь нет. Активисты ОНФ пытаются решить эту проблему уже больше трех лет. И вот, наконец, за оборудование пешеходника перед 24-й школой взялись. Правда, не в том месте, где нужно, а намного ниже по дороге. Разве будут дети делать крюк ради того, чтобы соблюсти правила дорожного движения? Возможно, администрация школы собирается переместить вход на территорию заведения и расположить его напротив перехода, но уверенности в этом нет. Мы приглашали для этой встречи руководство школы. Второй год руководство школы игнорирует наше приглашение, и мы не можем получить объективную информацию, как будут строиться вопросы дальнейшей безопасности детей этого учебного учреждения. А у 48-й школы на перевалке, казалось бы, все хорошо. Есть переход, лежачий полицейский и букет ограничивающих знаков. Но нет самого главного – пешеходной дорожки. Исторически сложилось так, что дети натоптали, вот мы идем с вами по козьим так называемым тропкам. Дальше идет участок дороги, которой мы больше даже обеспокоены, где нет вообще тротуара, дети идут или по проезжей части. Администрация города обещала взяться за участок в этом году. Но очевидно, что если даже работы начать прямо сейчас, то к первому сентября не успеть. Да и не похоже, что это планируется. А вот здесь, возле 55-й школы на Древлянке, идеальный пешеходный переход. Есть светофоры, разметка, ограждения. Но нашлись и другие проблемы. Речь идет о парковке. Она здесь есть, но общественники насчитали всего шесть мест для остановки. Утром здесь будет достаточно большое скопление автомобилей. Родители повезут детей в школу. И столкнуться с проблемой, потому что остановить автомашину будет негде. Активисты ОНФ фиксируют нарушения с 2015 года. Их они передают в органы власти. Касается это не только пешеходных переходов и тротуаров, но и всего потенциального пути от дома до школы. Мы активно ездим и смотрим ситуацию вокруг школ нашего региона. То есть это и Петрозаводск, и Пряжинский район, и Прионерский район, и Кондопорский район, и в Костомукше. И это помогает в портфолио общественников уже десятки обустроенных дорог к школе. Но дело идет не так быстро, как хотелось бы. И ОНФ надеются на создание особого реестра или даже региональной программы, которая сделает подобную работу системной. Ведь, как видно, и по этому небольшому рейду безопасность детей все еще под угрозой. Даня Учиненов, Станислав Шведов, Служба новостей. Депутат карельского поселка заминировал самолет, а в Горном каньоне пройдет ночной заплыв. Об этом и не только расскажем. Коротко. В рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни» в Горном парке Рускеала пройдет ночной заплыв на открытой воде. 10 сентября в пещере Мраморного каньона соберутся пловцы из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Мурманской областей, а также из Карелии. Депутат куркиокского сельского поселения Михаил Баев опаздывал на рейс из Пулково в Самару. И, чтобы успеть на борт, сообщил о минировании самолета. В аэропорту Баева задержали. В Карелию поступила вакцина против вирусов гриппа Ультрикс-Квадри для иммунизации детей. 28 тысяч доз распределены по медицинским учреждениям. В Лахдемпохе в районе набережной при разборе старых построек найдена бутылка с посланием к потомкам. Она пролежала там около 55 лет. Артефакт станет экспонатом музея «Лада». Мощный пожар полыхал ночью в Пиндушах. В течение нескольких часов с огнем боролись в общей сложности 14 пожарных. Загорелись деревянные и хозяйственные постройки. На место происшествия в течение пяти минут выехали поселковые пожарные. К этому времени пламя уже охватило деревянные строения. Огонь распространялся быстро. Специалисты отметили, что пожар был повышенной категорией сложности. На помощь к своим коллегам выехали пожарные из Медвежегорска и поселка Повенец. В результате им удалось ликвидировать возгорание на площади более 300 квадратных метров. Однако огонь успел значительно повредить постройки. В Карелии началась неделя госзаказа 2022. Это уже девятая конференция для всех российских регионов, которую проводят у нас в республике. Ежегодно площадка для обсуждения проблематики госзакупок в Карелии собирает все большее количество заинтересованных участников. В этом году республика принимает представителей из 41 региона страны. Их поприветствовал глава Карелии Артур Парфенчиков. Конференция – это не только место для такой технической работы, для каких-то мероприятий официальных, но, безусловно, самое не только комфортное, но и, пожалуй, самое эффективное общение – это когда происходят контакты, происходит обмен мнениями, собственно, в дружеской, наверное, неформальной обстановке. В неделю госзакупок в Карелии участвуют именно практики, те специалисты, которые работают в данной сфере. Они не понаслышке знают обо всех трудностях при проведении процедур. Одними из тем обсуждения стали изменения законодательства о государственных и муниципальных закупках, антикризисные меры, национальный режим при осуществлении закупок. Карельский семинар – это возможность научиться чему-то новому, получить ответы на свои вопросы, а также получить контакты федеральных регуляторов закупок. За последние пять лет в Беломорском районе при поддержке службы занятости свое дело организовали 92 человека. Продолжают вести бизнес 68. Одним из ярких примеров организации собственного дела при финансовой поддержке государства может считаться начинающий предприниматель Юлия Таранова. Она развивает локальный туризм на берегу Белого моря. Наша съемочная группа расскажет, как жительница Беломорска справляется с трудностями ведения бизнеса в суровом северном климате. Только посмотрите, какой у нас прекрасный вид из окна. День для Юлии начинается в лесу, на берегу Белого моря. Генератор включает по расписанию, утром и вечером. Воду ей привозят из города. Несмотря на отдаленность от цивилизации до Беломорска 14 километров, необходимо создавать условия для гостей. Ведь слово глэмпинг – сокращение двух английских слов. Гламорус кемпинг – гламурный кемпинг. Он объединяет в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе. Одной палаткой тут не обойтись. Юлия прожила 16 лет в Санкт-Петербурге. Признается, испытывала на себе напряжение от постоянной городской суеты. Вернувшись в родной город у Белого моря, решила использовать синдром городского жителя как двигатель идеи. Ведь наверняка немало людей, кто так же устает. Мы узнали, что есть вот такой формат проживания в дикой природе, но с комфортом гостиничного номера. Вступили в чат Ассоциации глэмпингов России, где такие же ребята делятся историями, как они начинали, как создавали, какие есть форматы и так далее. Конечно, мы этим загорелись, как чем-то новым, чем-то интересным. И тем более такого нет в Беломорском районе. Юлия защитила бизнес-план и получила финансовую помощь от службы занятости. Потом по муниципальной программе выиграла грант. В общей сложности для развития своего дела Юлия получила от государства 1 миллион 285 тысяч рублей. Правда, не обошлось и без своих вложений, которых, как она говорит, значительно больше. Ведь у нее есть планы расширения. Взять участок побольше и поставить еще несколько сферических конструкций на соседнем мысу. А ведь когда-то были только идеи «Доскальный берег». Мы как только создали группу ВКонтакте, начали размещать туда фотографии. Еще не было даже подиумов под купола. Мы начали размещать просто природу нашу беломорскую. Море, лес, ягоды, небо над Белым морем. И появились запросы, сколько стоит проживание, можно ли забронировать. Но на тот момент нам было нечего еще предложить. Бизнес запустился 1 августа. Но желающих жить в глэмпинге оказалось столько, что на момент съемок места были забронированы до конца летнего сезона. Во время рабочей поездки по северным районам Карелии глэмпинг «Белый берег» посетил и руководитель республики Артур Парфенчиков. По его мнению, актуальными мерами поддержки для подобных объектов могла бы стать закупка солнечных батарей и ветрогенераторов, которые позволят не проводить дорогостоящую линию электропередач. Руководитель региона поручил профильным ведомствам проработать этот вопрос. Герман Алмакаев, Сергей Беляев, Служба новостей, Беломорский район. Петрозаводчанка Мария Сафарова одержала победу в конкурсе «Слингомама России». Он на днях завершился в городе Иваново. Наша землячка выиграла главный приз «Семейное путешествие». Мария с годовалым сыном Эмилем показала мастерство наматывания слинга, подготовила атмосферную видеовизитку про карельскую культуру и свою семью, а также выступила с творческим номером. По правилам конкурса победительница на протяжении всего года будет популяризировать слингоношение на различных семинарах и мастер-классах. Ранее Мария рассказывала нашей съемочной группе, что в случае победы она со своим мужем, он психотерапевт по профессии, организует семинары для будущих мам. По ее мнению, ношение слинга помогает избежать эмоциональных проблем, а мамы становятся социально активными. В следующем году всероссийский конкурс будет проводиться в Петрозаводске. Это все, о чем мы успели вам рассказать сегодня. Берегите себя и до встречи в эфире.